Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите что делают, вон там герта и конь, а ты сильный, ну вот его мы одолеем, а что вы такие сильные мы не одолеем его, просто ну все это жопа Вечерочек, ты на канале Ганта Геймс, где мы с тобой играем в разные игры и сегодня у нас очередной фон Кай и начинаем как обычно с книг Интересно, у нас вообще есть книги? А то может не начинаю Есть, есть их, немного Так, отчет об исследовании кристаллы Татона Один из исследователей провел трансграничный эксперимент с татонидами, но из-за небрежности он допустил ошибку при обработке тестового образца Превратив отчет об эксперименте в кипу бесполезных бумаг Тема Между татонидами посредством их физического взаимодействия До того, как было введено заданное сообщение, объект номер один был подключен к электронному преобразователю Сообщение включает в себя пять информационных пунктов, четыре из которых представляют собой подлинную историю империи, а один слух об империи Татона После завершения процесса передачи следователь поместил три татонида в идентичные среды и наблюдал за электрическими сигналами татонидов в режиме реального времени в течение 24 часов Данные показывают, что объект номер один впервые поделился частью подлинной истории монархов Татона, на что объекты номер два и номер три отреагировали положительно Затем объект номер один поделился слухом об империи Татонан и самостоятельно добавил подробности, которые исследователи не вводили, что вызвало сильные колебания внутренних электрических сигналов у объектов номер два и номер три Однако три кристалла быстро синхронизировались, демонстрируя высокую степень резонанса Ниже приведены некоторые примеры сообщений между татонидами во время наблюдения Первый, ты знаешь? Месфинка Второй, нет, кто это? Первый, это всего лишь слухи, но я слышал, что Месфинг – потомок Татона Третьего Третий, разве потомок Татона Третьего не Розе Ванг? Он известен своей мудростью Первый, вот почему я сказал, что это слухи, а Розен Ванги знают все о Месфинг, незаконнорожденный Третий, что? Быть того не может, если бы это было на самом деле, Розе Ванг бы знал об этом верно Второй, может быть Розе Ванг узнал, просто они никому не рассказали Первый, знаешь, может быть Месфинг потомок не только Татона Третьего, но и Розен Ванга Примечание автора Предустановленные сообщения не включали эту деталь, она была добавлена объектом номер один самостоятельно Третий, честное слово, это абсурд, но очень похоже на то, что сделали бы императорская семья Подведя итог, исследователи считают, что Татанида также чувствует различие между субъективным восприятием и объективным осознанием во время взаимодействия И что эта разница всего, скорее всего, аналогична той, что наблюдается у углеродных форм жизни Требуется одобрение дальнейших углубленных исследований Комментарий Рецензента Дорогуши, я не хочу отрицать ценность и логичность этого исследования Я считаю, что вы выдающийся исследователь, но с перекодированием ваших образцов Татанидов произошла ошибка Один из исследователей случайно включил свои собственные перекодированные мозговые волны во время вывода Однако этот отчет не совсем бесполезен По крайней мере, теперь мы знаем, что на космической станции необходимо уделять внимание качеству связи И последнее Неполная автоматическая расшифровка Для исследователя оставили несколько записей о своем эксперименте с диковинами в начале вторжения легионной антиматерии Этот документ был автоматически транскрибирован из их записей Автоматическая расшифровка Серия звуков похожа на электрическую неисправность Во время последнего эксперимента тебе уже было сказано, что это устройство неисправно Перестань говорить со мной, как будто ты мной руководишь Мы оба исследователи начального уровня Если ты действительно хочешь быть на том же уровне, что и я, то не клади к левую руку в 3 сантиметрах от клавиатуры Кстати, стандартное безопасное рабочее расстояние не менее 10 сантиметров Учитывая, до какого возраста тебе удалось туда жить На твоей родной планете, видимо, обитает высокоразвитая цивилизация Теперь я понимаю, откуда в тебе столько наглости и невежества, ведь у нас совершенно разное происхождение 289-й, передай мне пинцет Это похоже на прядь волос Звук шагов и лязг инструментов Держи пинцет и не уколи себе пальцы, Золушка Наш эксперимент на этот раз должен дать результаты Прядь волос красивого каштанового цвета, кстати говоря Золушка уколол палец, а веретено прялки Так не Золушка же уколола, вы чё? 101-я сказка от главного сказочника 289-го, в которой главный герой Орангутан с каштанами во волосами Возможно, бесчисленное количество трогательных сказок было написано именно на этой пишущей машинке Сильный стук 24-й, нормально, если ты не хочешь помогать, но пожалуйста, не шуми Шум, да, в своих нотациях, более четкий стук и звук обрушиваемой стены 24-й, это мое последнее предупреждение Лучше прислушайся, или я внесу в отчет, сколько от тебя было шума сегодня 289-й, перестань притворяться к спиртам и пытаться свалить вину на меня Все эти звуки исходили от тебя Смешно, конечно, но я не могу участвовать в твоей детской игре с обвинениями Ты еще про вторжение легиона антиматерии расскажи Ага, это то, что надо, но нахочу присоединиться к легиону и пробить дыру в твоем брюхе 24-й, если бы не твой низкий интеллект У меня бы закрались подозрения, что последние несколько ложноположительных записей о вторжении на терминале обнаружения препятствий твоя работа Металлический лесок становится громче Какое рвение? Скажи честно, 24-й, откуда у тебя кинжал? Надеюсь, не сохранили сейчас? Тырин 289-й, какой еще кинжал? Какого? Что происходит? Помогите! Умная классификация записей легиона антиматерии, проигранная вооруженная схватка, провальный эксперимент, низкое качество, расшифровка низкого качества Вот так, теперь смотрим заставочку Ну, значит смотри, идем быстренько-быстренько по всем нашим, как обычно, по всем нашим штукам Мне сказали, магазин, вот есть магазин, прикинь, оказывается Я не знал Что за магазин? Не буду я это покупать То есть, я могу золотые пропуски, а сколько у меня? 16, а мне все равно не хватает И один я только могу получить Это же плохо Это же мало И она такой не согласен Пела А, то есть я могу прям Это эдалон я могу взять? Прикол Ну, у нас вообще ничего нет А что это за карточка? Во имя мира Ага, ну это конусы, да, или что-то такое Неугасаемый пепел Подожди, а это что? Неугасаемый звездный свет Ааа, ааа, вот А мне нужны Так, я запутался Мне нужны серые У меня еще немножко прыжков есть Мне нужно 20 штук Магазин Сюда По ним еще скидка О, еще вот этих можно понакупать Ооо Ооо, да я могу все забрать Искусственный механический комплект Ааа Прикол Так, ну давай возьмем Выгода А у меня их 6 Мне нужно чит 6 же? Вроде было 6 8 Значит мне нужно 12 штук Давай 12 штук А, их всего 5 Блин, а что я 6 считал? Ну я все трачу У меня все равно Я все беру Все отлично И они исчезают Окей Еще золотые пропуски Ну потом можно на золотые потратить Контракты Ааа Контракт на снабжение первопроходцев После приобретения Вы получите Приводитель Конденсированный эфир Ага Все Перейти в сеть древних снов Нет Ааа У меня этих много штук Так И сколько я получается взял Подожди 11 У меня их 11 Я не туда посмотрел Ааа Так, смотри 9 Мне нужно 9 Значит я иду сюда Беру вот так И делаю 9 штук Подтвердить Все Теперь я выхожу У меня их 20 Давай вот это Просмотрим 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 Это все золотые Все Давай Прыжок Делаем Так, я не пропускаю Я помню Пропуски Они мне не нравятся Мне нравится Когда все подряд показывают Друг за дружкой А когда Это происходит В этом Вот этого нет Понимаешь О, эдалон Март Неплохо Слушай, да мы сейчас Всех одолеем Неугасаемый пепел Потом это Совместная гибель Пустота База данных Противостояние Так О, это что-то новое Ключ от всех дверей Плетеные шестерни А я пока не могу О них читать, да? О, вот это я помню Что у нас было Неплохо Так, давай То есть и сейчас Я могу о них почитать Хорошо, не буду Последний прыжок И интересно Она исчезнет Вообще вот это Функция Чтобы я ее мог Музыка другая Ой Сдуло его Почему зайца сдуло? За что вы так с зайцем? Надеюсь он цел Зайц красивый Жалко зайца А что? Ну это всякая хрень Так Пафосно было Ну дань хэн Окей И все Я до этого Март получил Я в целом не вижу Что О, пять В смысле? А, кого-то дали? Ну вот так Неплохо Окей Легкая маленькая А сколько ей лет? Она с рогами Прикол Ну это мы еще посмотрим Что с ней можно сделать А, да И все исчез Видишь Он исчез И у меня остается Получается Только А, еще вот эти есть А, еще вот эти есть Что? Дополнительные награды? Смотри Ты мне напиши Вот по поводу Вот этих прыжков На что стоит тратить Вообще Стоит ли тратить золотые У меня у них есть Несколько штук И на какое лучше потратить Хотя Ты мне скажешь А там все 23 часа Видишь Но в целом Все равно напиши Чтоб я хотя бы разбирался На что обращать внимание Или все В серый И Только вот это вот И Пытать Так, теперь персонаж А, ну это она Она А, и Март А, Эдалона Окей Мы сейчас все поставим А каждый раз Когда сверхспособность Март 7 Накладывается на цель Статус заморозка Она восстанавливает 6 единиц энергии Окей Теперь Дань Хэн То же самое Чем ты выше Тем больнее Падать Когда текущая Эчпи противника Выше или равно 50% Критический шанс Персонажа повышается На 12% Хорошо И Она У нее Световой конус Дадим ей Какой Лечение починка Исходящее исцеление Владельца Повышается на 10% Использование навыка Владельца восстанавливает 7 союзников 2 единицы энергии 2 единицы энергии Скорость восстановления Энергии владельца Повышается на 8% Использование Своей способности Владельца повышает Его исходящее исцеление На 12% Потом вот это После использования Владельцем базовой Атаки Его следующий Использование Подразделяется Вперед На 12% Окей И вот это Все для нее В начале В начале боя Немедленно восстанавливает 7 союзников 6 единиц энергии Не Мне кажется Лучше пусть будет Вот эта Штука Экипировать Мы ее усилим Наложим Пока что Пока Смотри Пока накладываем Пока накладываем Забираем достижения Смотрите 20 типов Световых конусов Окей Это мы сделали Так Теперь мы Идем Вот сюда Проматываю И теперь Идем на почту Подписка На рассылку Доктора Рацию Вот Понимаешь Мне его Я только сейчас Я только сейчас Его получаю Распространите И передача Распространение И передача знаний А также истины Вот что имеет Первоочередное значение Я лично подготовлю Для вас Вопросы для индивидуального Викторина Которая активируется Сразу после ее получения Можете в любое время Сдать мне Академические вопросы Я постараюсь Ответить на них В меру своих возможностей Однако Прежде чем Задавать вопросы Старайтесь мыслить Критически И помните Время это самое дорогое То есть у каждого человека И у меня И у вас Ну Пятизвездочный А подожди А та мелкая Тоже пятизвездочная Получается Я думал это пять звезд Потому что типа Я завершил Эту штуку Экспрессом по галактике Хорошо Так И это Нам дают За что Настоитесь отдыхом В золотых грезах Что это Что это такое Так Я что-то перешел Я не знаю Что я сделал Возможно Мне что-то засчитали Возможно Не засчитали Выспешно активировать Промокод О Это что такое Пылающий крепкий чай Снижает максимальный HP всех союзников На пять процентов И повышает Сопротивление Статуса Заморозка А когда Мне это нужно Активировать Так Окей Выдавление О недействительном промокоде О Они мне это тоже будут Все говорить А зачем Я все подряд Использовал Мне все равно Так 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 Это много Это много Это много Всего Так Это недействительный промокод Все Окей Окей Что-то еще будет Полезное Или не будет В отель грезы Вот видишь Я в отель грезы Можешь Кидать В целом Приглашение Но это ты можешь Кидать в целом В В дискорде Или вконтакте Тоже там есть ссылочка На группу вконтакте Поэтому Тоже вступай В успешный Катери промокод Короче Все то же самое Получаем все Супер Не будем тратить время Я думаю Может быть Будет что-то интересное Что это такое Да я все же получил Персонажи Вот теперь у меня Рассо А где мелкая А где показано Что у них 5 звезд Давай ему дадим Сразу золотой конус В начале боя Критический санс Владелец повышается Потом вот это Когда владелец побеждает Противника Его скорость повышается На 10% На 2 хода Когда владелец побеждает Противника А это то же самое Потом вот это Когда владелец побеждает Противника Его силы атаки Повышается на 24% На 3 хода Ну Сила атаки А и скорость Не пусть будет Давай вот эту А я ему наверное Ее надел Да Давай наложим Такого у нас больше нет И пока не трогаем Я пока не буду Вот это все тратить Подожди Мы должны собрать Супер команду А я его Я не экипировал Не экипировал Все А где написан У них уровень Дядька Ты молодец Но где твой уровень Я должен знать У тебя 5 Или не 5 Где это указывается 5 звездочный персонаж Или нет Может быть Может быть Где то А и вот это Смотри Надо им все сейчас прокачать Это нет Они значит Подсвечиваются Что можно прокачать Вот так Окей Активируем А Ледяной урон повышается Ну давай У нас в целом Не так много этих штук Но Можно попробовать Давай сначала Она вроде 5 звездочная Активируй Чтобы было Ему тоже сразу Активируй Чтобы было А да нет Слушай У них какие то различаются Эти штуки Ладно Так Кто у нас Вот она была Ей тоже А вот на нее Не хватает У нее там Какая-то другая валюта Даньхен Вот эти Вот эти Это не хватает Мне Вот тут Хватает Тоже сделали Чтобы было И вот этому Тоже сделаем Чтобы было Супер Теперь Надо решить Я верну Я вернусь Я тех вон Дурачков Одолею всех Ты понял Я никого Не пропущу Иначе Как это Как это Если я их пропущу Теперь мы идем В отряд Смотри Что буду делать Смотри Что буду делать Гантэ мы оставляем Он мощный Март Подожди А кто-то их Может защищать Вроде же Вот Вот это Может защищать Она Что-то такая Крикливая Успокойся Я Что-то бешеная Так А где Март Сохранение А это Изобилие Подожди Она лечит Или нет Подробнее Что она делает Умение Всем Союзникам HP Равное 9% Максимальный А Она Восстанавливает Атащит Дает Ничего Нормально Тоже пойдет Так И вместо 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 Сервал Получается Она же не прокачивает У нас до конца Мы берем 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 Его Добавить Я его ждал Я его ждал Думал что он мне в прошлой Части попадется А мне его так и не дали Так А теперь мы их Прокачаем Правильно Правильно Сразу же Почему нет Если это возможно Повысить уровень До 19 Рацион На Давай Ну супер Это все Это невероятно Так И берем ее тоже Давай повышай Насколько возможно До 14 Нормально Не знаю что делаю Пошло Пошло дело Ну нет Ну смотри Два 5 звездочных персонажа Это самые крутые Из всех Кто у меня есть Я просто не понимаю Где я должен На это посмотреть Чтобы убедиться Что действительно так Что я Не ошибся В своих расчетах И подсчетах Теперь мы должны Идти В зону Вот сюда Что это Неземной материал Так Отдалите Сильного противника И получите Сундук Аааа Вот они Вот вы как Их помечаете Слушай Неплохо И вот здесь Да Они их помечают Так Окей Значит я Иду А я могу Переместиться Нет Значит вот так Мы идем Телепорт Сейчас Мы порешаем Ты сейчас Посмотришь Вообще Я не знаю Как сказать Ты в шоке будешь От того Насколько мы Мощные А почему Я же всех Одолел Что за прикол Это же Ерунда Какая-то Нормально Для Что делают Для Что делают Слушай Ну я Будет обида Если мы Все равно Будем проигрывать Не ну Команда Нормаль Нормальная Команда Мы сейчас Просто долго С ними Сражались Потому что Свинка Копилка Появилась Ой Подожди Подожди Пацаны Не смотрите На меня Не смотрите На меня Не смотрите На меня Мне нужно Понять Кем на вас Лучше Нападать Я беру Персонаж Смотрю Что делает Она Вот Это Да Когда противника Такой-то союзник С статусом Бодрость Нет Вот эта Техника Использование Техники Накладывает Статус Бодрость На всех Союзников В начале Следующего Боя На два Хода А у Рацио Использование Техники Создает На 10 Секунд Особое Пространство Которое Привлекает Атаки Ближайших Противников Если Бой С противником Начинается В этом Пространстве Появляется Базовый Шанс 100% Понятие Скорость Каждого Противника На 15% На два Хода Одновременно Может существовать Только одно Пространство Созданное Союзниками Я не знаю Что это Но пойдем За Рацию Он что-то Он что-то Дикий Какой-то Так И я Подхожу И делаю Вот так А Я должен был Подождать Пока они С ним Подерутся Нет Вроде Как Работает Ну Давай Проверяем Как оно Все будет Я Очень Волнуюсь Я Очень Волнуюсь Но должно быть Все хорошо А что так Слабо Лупите Что так Слабо Лупите Ну Тут Не хватает Март Видишь Ее сейчас Просто Да Ее сейчас Просто Отлупят Это Конечно Будет Не очень Приятно О Смотрим Красиво Вот это Красиво Было Подожди А жизни Восстанов Ежи должны Восстановить Жизни Молодец Молодец Да Вот это Я и хотел Но Ей не выжить Это опасная Вообще Ситуация Но Я надеюсь Что все таки Цель Цель то С нее Снялась Да Цель С нее Снялась Это уже Хорошо На эту Цель А Она даже Несколько Людей Может Круто Это Все Понимаешь Это Я не Сомневаюсь Что мы Теперь Победим Не зря Вот это Я все Получил Теперь У меня Команда Огонь Я тебе Отвечаю Сейчас Еще Рацию Возьмет Свою Штуку А Ее Убили Да Мы Мы Должны Вытянуть Все равно А А почему Мы Лечимся Прикол Мы Еще И Подлечиваемся А он Одного Убивает Или Нескольких Наверное Одного Но Мы Больше Видимо Не Лечимся Это Какие Остаточные Эффекты Были Лечения Но Так То Неплохо Давай Добивай Всех Сейчас И Вот Этому Уже Плохо Будет Нормально Нормально Ой Только Ни Рацию Нет Только Ни Рацию Он же Самый Мощный Вы Че Сделали Нет А на меня Ради бога Бей ганты Бей нормально Люди Так Переживаю Схватывай Его Давай Добивай Все Это Просто Шик Это Шик Собаки Вот Все Давай Мне Все Что У тебя Есть Вещь Вещь Спасибо Всем Что Дали Мне Рацию Берем Вот Это Пробей Минимую Уязвимость Пять раз В одном Бою Вообще Элементарно Да Бои-то Уже Сложные Пошли Долгие Так Что Тут Еще Есть Ага Вот Это Что То Там Светится Еще Слушай Посмотреть Это Изящная Чашка Кофе Очень Призывно Призывно Стоит На столе Хотя Сама Она Явно Холодная Кофе В ней Все Равно Источает Насыщенный Аромат Аромат Кофе Как будто Обладает Собственной Силой Вы Сматриваетесь В жидкость Насыщенного Почти Черного Цвета И мысли Куда-то Проваливаются Сделай Глоток Но Почему Нет Как только Ваши губы Касаются Чашки Вы Чувствуете Тепло Возможно Кофе Сварили Не так Давно Но И он Все Еще Сохраняет Аромат И свежесть Жаль Что Вы Сделали Всего Лишь Глоточек И не Сделать Еще Глоток Горечь Кажется Ушла И теперь Вы Можете Распробовать Скрытый За ней Истинный Вкус Каким На самом Деле Будет Этот Кофе Мягким Или Сладким А Мягким И сладким Остается Только Пробовать Давай Еще Будем Вы Чувствуете Все Более Явный Фруктовый Аромат Он Словно Переносит Вас И Что Это Было Ребят Что Произошло Почему Я Здесь Проснулся Как Ты Себя Чувствуешь Голова Не Кружится Что Ты Сделал Один В Таком Опасном Месте Уточни Что Произошло Потел Разливается Усталость От Горечи Во рту И Периодических Уколов Боли В Животе Вы Трясете Головой И Вам Совсем Не Хочется Еще И Отвечать На Чьи-то Вопросы Ну Ладно Приходи В себя И Если Лучше Не Станет Сходи К Доктору И Не Гуляй По Опасным Местам В Одиночку Тебе Не Всегда Так Повезет Другой Раз Нас Может Рядом И Не Быть Вы Смотрите На Их Обеспокоенные Лица И Держите Резкий Ответ Видимо Во Виноват Виновата Та чашка Кофе В памяти Всплывает горечь И сладость На языке Правильно Вы Сделали Что Остановились На Нескаких Глотках Хотя Если Вы Пойдет Еще Шанс Все Рано Попробуйте Это Кофе Конечно Конечно Попробую Но Вы Меня Зачем Так Высоко Подняли К себе Это Кто Ламина Я С Того Разговаривал Киноварь Или Индигу Я Снова Неправильно Запомнила А Почему Ты Молчишь Я Неправильно Запомнила А Подожди Так Мы С тобой Разговаривали Все Иди Иди Отсюда Мы С вами Со всеми Разговаривали Раз Мы Тут Пойдем Бить Тех Ребят Заберем Все Что Нам Нужно Сейчас Мы Вас Одолеем Сейчас Я Все Сделаю Вот Так Опа Так Ну Я Его Могу Бить А Подожди То есть Я могу Еще Другим Удар Сделать Какой-то Войти В бой То есть Это Двойное Ослабление Какое-то Получится Или Что Так Ну Вы Должны Вы Должны Их Всех Одолеть Возможно Возможно Вы Зря Накинулись На Босса А Возможно И Не Зря А Может И Зря А Мы Точно Победим Вот Его Может Быть Вы Все-таки Будете Делать Что-то Другое Что-то Что-то Не так Подожди У меня Закрадываются Очень Плохие Мысли В голову Если Просто Ничего Не Получится То Я Попробую Сделать Все Самостоятельно Они Перезарядили Оружие Рацию Полег Она Его Восстановила Это Как Она Должна Жить Вечно Она Должна Жить Вечно Если Она Так Может Делать То Это Будет Вообще Невероятно Восстанавливай А Себя Ты можешь Восстанавливать Это Же Очень Важно И Она Сейчас Всем Восстановит Жизни Да Еще Была Противников Ослабляла Было Еще Лучше Нет Все Нацелились На нее Это Беда Это Беда Но Возможно Мы Выживем Просто Они Конечно Очень Мощные Все Могли Мы Как То Защищать Ее Почему Она Себя Не Восстанавливает А Вот На нее Целится Беда Беда Ее Деактивировали На время Но Я думаю Еще Босса Завалили Я Не успеваю Следить За тем Что Происходит Нет Босс Еще Стоит Но Мы Его Сейчас Одолеем Все Это Все Отлично Вот Это Понимаешь Это Командная Работа Они Прям Друг Другу Помогают Все Почему Она Себя Не Восстанавливает Я Не Понимаю Видимо Только С супер Силой Она Может Себя Себя Восстановить Да Босса Бейте Что Вы Ждете Просто Это Немножечко Немножечко Еще Есть Понимаешь Немножечко Страх Но В целом Все Супер Берем Ну Шикарно Это Просто Все Шикарно И Вот Эту Штуку Берем Она Нам Пригодится А Подожди Мне же Нужно Опять К чашке Кофе Вернуться Я Там Не Все Посмотрел Одолейте Трех Противников С помощью Бонус Атак В одном Бою Одолейте Рейнджера Путаты Подавителя Пока Он Нацелен На Вашего Союзника Ага Хорошо И Давай Лучше На Карту Это Будет Быстрее Где Карта Вот Карта И Нам Нужен Первый Этаж И Нам Нужно Вот Сюда Хорошо Что Они Помечаются Все На Карте Вот Эти Штуки Которые Нам Нужны Это На самом деле Очень Удобно А Так Секунду Я Еще Помню Что Я Не Взял Вот Тут Была Штука Ага Я Помню Что Я Не Взял Видишь Какой Я Внимательный Ничего От Моего Взора Не Убежит И Не Пропадет Что Еще Есть Что Я Могу У вас Тут Взять Кроме Вот Этой Чашки Кофе Которая Вырубает Вообще На Ходу Они Наверное Имели Ввиду То Что Я Сделал Бы Это Не Не Сразившись С Противниками Ага Осматриваем Мы Его Блин Случайно Мышка Появилась Не в том Месте Все Мы Его Выключили И Пошли Разгадывать Головоломку Так Так Это же Легко Это же Максимально Легкая Головоломка Можно Посложнее Делать А то Это как-то Неинтересно Как-то Скучно Бери Сундук Ну Отлично Так Теперь Что у нас По заданиям Я Всем Отомстил У меня Теперь Настроение Хорошее А Задание Где Вообще Вот Это Нет Я Забыл Вот Они Вот Они Я Вспомнил Дорога Возрождения Что Это Перейти Да Все Пошли И у нас Еще Вот эти Э Э Э С ним Можем Поторговаться Вэнь Шицы Мы снова встретились Ты снова отдыхать Присаживайся Рядышком Переведи дух Так А что У тебя На продажу Давай Посмотрим Что у него есть На продажу О Тень Разрушения Подтвердить Накопил Молодец Что у тебя Еще Мощное Есть Ну Давай Вот Этих Понаберем Взяли Давай Вот Этих А Сколько Ноль Я все Потратил Получить Еще Что Получим Еще Что-то Получим Еще Что-то Получил Еще Что-то Получ Гав Время Прогулок Следующие Эффекты Действуют Только для Персонажа Разрушение Сила Атаки Повышается На 10% Урон Нанесим Противниками Сотатусом Горения Или кровотечения Повышается На 16% Жаль Что никто Этого Не видел Не видел Как он Сморщил Нос Принюхался И нырнул На Безлюдную Тропин Что-то Хороший А почему Почему Замочек Нарисован И что Это было Ааа Это из-за То, что я столько Гиртрариумов Потратил Окей Так И мы Сейчас Можем Прокачать Себя Да Айдалон Правильно Неволеноситель Атака противников С физической Уязвимостью Восстанавливает HP Равная 5% От вашей Атаки Первопроходца Видишь Это голос Гантэ Почему Он не Разговаривает Непонятно Так Мы с ним Теперь Разговариваем И давай Что тебе Нужна помощь Неспокойная Герта И легион Так хладнокровен Не знаем Ни сна Ни отдыха А прокинут Шкаф Диковин Научные Поиски Навеки Оставя Мы возвращаемся В тихую гавань Прошу прощения В свободном полете Крылья Расправя Давай продолжим А вижу Ты тоже Культурный человек Здесь Место для отдыха Нечасто Выпадает шанс Так потратить Время Наслаждайся Им пока можешь Если бы не вся Эта суматоха Я бы до сих пор Сидел в заперти В кабинете И занимался Их так называемыми Исследованиями И вот я здесь Даже еще не облысел Нужно сравнив себя С другими Ведь хуже Что может случиться Мы все погибнем Взгляни на это С другой стороны Даже если произойдет Нейтринная вспышка Предвещающая разрушение Это все равно Стоит того Чтобы увидеть Прекрасное зрелище Я так счастлив Что могу жить Как хочу Так счастлив Тебе нужна помощь? А ты как думаешь Раздели Не только радости Но и дела Мы в отделе Прекладных искусств Получили приказ Провести инвентаризацию Потерь Космической станции В оценку Входит и перрон Все имущество Поврежденное легионом И в этой области Будет Будь то подвижное Или неподвижное Должно быть Сфотографировано Отчет передан В корпорации Межзвездного мира Я просто разрываюсь Между делами Помоги а Не волнуйся Ты получишь награду Надо будет ждать тебя И напевать что-нибудь Звезды ловите Галактику Возносите А и он помещается Как продавец Окей Пошли Куда нам Я так понимаю Что проще это делать Через Вот эту штуку Дорога возрождения Сфотографируйте Звездный экспресс Сфотографируйте Сломанного робота Кай Мэмп Поручила Вэнь Ши Ци Из-за дела Прекладных искусств Оценить размер повреждений На космической станции Он попросил вас Сфотографировать Разное имущество На перроне Попробуйте Сфотографировать Звездный экспресс Вообще Поехали Что-то дают Опыт освоения Показывает вашу А вот и освоение Как раз А нам он нужен И тут мы не везде были Да Что это А еще 5 сундуков Осталось Свинка Копилка Ага Так подожди Мы здесь Тут не Тут ничего не показано Вот здесь Еще сундуки есть То есть Вот здесь Дверь закрыта Получается Вот здесь Дверь закрыта Получается Но у нас Нету Еще одного Пропуска Поэтому я не пойду Пока сюда Чтобы не тратить время Тут Тут мы вообще были Я что-то не совсем понимаю Минус Вот на минус первом этаже Мы вот здесь бегали Но сундуки мы все собрали Возможно я был везде А это второй этаж Это переход Все я понял И вот здесь Но здесь мы вообще не были Поэтому Давай прямо отсюда начнем Поместимся издалека Чтобы пооткрывать все Входы Все двери Вот сюда Опа Все то же самое делаем Когда мне что-то за это дадут О Супер Что это Гантай Можно кое-что спросить Множество маленьких роботов Было отключено от терминала В результате проверки Выяснилось Что они были отключены Вручную А дел безопасности сообщил Что ты там был Ты видел никого подозрительного Признаю Это я Ну конечно это я В общем это моих рук дело Они были в режиме ожидания Поэтому я стукнул по ним Несколько раз А что мне надо было признаваться Хорошо Ничего страшного Но больше так не делай Я не буду это указывать в отчете А нахера они тогда нужны Я ничего и получил По голове за это Это же не серьезно Выключите маленьких роботов На косметик станции Шесть раз Слышишь Мне их надо отключать Я тебе отвечаю Я буду их выключать Пошли они Я их буду выключать Я сам тут хозяин Вся герта вообще подо мной Я тут главный Я главный герой Отстаньте Вот оно Вот так Нормально Я же тебе говорю Тут мы не были Как раз Походим Исследуем А то что нам только Ходить Как много мониторов И ничего не показано Прямо почти как в магазинах А то что мы просто так вот Линейно проходим Линейно не интересно А что это за место Вообще ничего нет Вообще абсолютно Ничего На кой хер мы сюда пришли А вот что то есть На экране появляется надпись Назначить встречу А под ней подобные Подробные таблицы С указанием времени Все остальные переговорные заняты Это единственная Свободная комната Вы пытаетесь найти Свободный интервал Как вдруг чувствуете Покалывание в ладонях Назначить встречу Временно выбрано На экране всплывает Уведомление Предлагающее Выбрать участников Кнопки выйти Нигде не видно Вы решаете проверить Несколько случайных имен Из списка Даже не заботясь о том Что они из одного отдела В конце концов Межведомственные исследования Будущие академии На экране появляется Ряд символов Встреча назначена И что? Время встречи Еще не пришло Так что давайте прогуляемся А как я узнаю Что оно назначено? Мне кто то об этом сообщит Позже Или как это будет происходить? Так окей Мы что то тут наделали Убегаем Чтобы нас никто не видел Это не я Я не знаю Что тут происходит По жизни Вообще Я ничего не трогал Никогда Я не понимаю Даже о чем Вы тут все Говорите Открывай У нас же теперь доступ Практически ко всему есть Чего же мы Не будем это использовать? А вон И Адлер Какой то стоит Не знаю Что за Адлер И что он тут забыл Хотя А может ты тоже На встречу пойдешь? Встреча выпускников Нет? Так Сначала давай поговорим С ним А какой то мелкий Парень Ой я не пришел Кто он Странно Он только что был здесь Может быть я обознался Вроде нет Что ты ищешь О чем ты говоришь Давай вот так Ох Не подкрадывайся к людям Особенно когда Они на чем то Сосредоточены Но кажется я раньше Тебя не видел Ты новый сотрудник Судя по твоей одежде Не похоже что ты Какая то большая шишка Из отдела экологии В любом случае С тобой лучше не обсуждать Подобные вещи Какие существа Ты изучаешь Конечно же Редкие виды Эти маленькие создания Намного интереснее Чем такие взрослые Как ты Но судя по твоему взгляду Ты очень любопытный Только взгляд Редко увидишь у взрослых Спрашивай Если тебе что то интересно Я отвечу если смогу Какой твой любимый Редкий вид Как исследователь Я отношусь ко всем Редким видам одинаково У меня нет предпочтений Но с личной точки зрения Больше всего Мне нравится Вубабу Хотя они немного Озорные На самом деле Они весьма разумные И проявляют Широкий спектр эмоций Они гораздо лучше Чем некоторые взрослые На космической станции Как почему ты Решил заниматься Изучением редких видов Они мыслят И выражают свои мысли Совершенно не так Как взрослые люди Но нельзя Отрицать что Их способы ведения дел И их мотивация Иногда более логичны Чем у людей Вероятно Эта логичность И заставляет меня Изучать их Ты понимаешь Речь редких видов Конечно Тебе может показаться Что я всего лишь ребенок Но я понимаю Языки редких видов Их языки Словно находятся Совершенно в другом измерении Они используют Один слог Для выражения Множества различных значений Например Короткое У И длинное У Из У Имеют Совершенно Разные значения Если тебе интересно Ты можешь присоединиться К отделу экологии Для более глубокого Изучения этого вопроса Все мы уходим Если в будущем будут дела Связанные с редкими видами Пожалуйста Дай мне знать Окей Окей Пацан Договорились Что тут у нас А еще какая-то встреча Устройство автоматически блокируется Чтобы разблокировать его Пожалуйста Введите свой пароль Закрытыми глазами Выбрать случайные числа Пароль неверный Если вы забыли пароль Нажмите Восстановить пароль Пожалуйста Не используйте устройство Если вам не нужен доступ Восстановить доступ Вы выполняете протокол проверки Протокол проверки Проверка прошла успешно Вы подтверждены Как исследователь космической станции Исследователь Восстановление Проверечный код Или секретный вопрос Вопрос Давай проверочный код Предупредение Было обнаружено Что данное устройство Не подключено К терминалу космической станции В автоматическое возвращение К предыдущему этапу Предыдущему этапу Выполняется протокол проверки Ага Все то же самое Давай секретный вопрос Проверка уровня разрешения Проверка в процессе Проверка прошла успешно Успешно Пожалуйста Ответьте на следующий вопрос Кто оказался наиболее влияние на вашу жизнь Родители коллеги Госпожа Герта Госпожа Герта Конечно Верно Беспристрастно Мудро Объективно Многогранно И по делу Госпожа Герта Восхищается Вдумчивыми И осознательными Молодыми исследователями Которые осмеливаются Говорить правду Осмеливаются говорить правду Зачем ты повторяешь это Пожалуйста Ответьте на следующий вопрос Какого самого выдающегося Результата исследований Вы достигли на космической станции Мое появление на космической станции Обнаружение эффектов Альфа-лучей типа 35 Пока не достижение Давай вот это Неправильно Для альфа-лучей Не существует такого понятия Как эффект типа 35 Пожалуйста Ответьте честно Честно А то есть У меня даже Мое появление на космической станции Неправильно Как дебют Может стать высшим достижением Никаких амбиций Никаких амбиций Блин Хорошо что дают Шансы на ошибку Правильно Скромный и осознанный ответ Который показывает Смелость признать недостатки Госпожа Герта Восхищается такими Вдумчивыми И осознательными Молодыми исследователями Которые осмеливаются Говорить правду Пожалуйста Ответьте на следующий вопрос Где хранится Запасная физическая карта Безопасности Для данного терминала В бачке волшебного туалета Разгадка тайны В летающем бумажном журавлике На бирке Ошейника Пеппи Думаю там Неправильно Запрещено Беспокоить сотрудников В рабочее время Домашние животные Не исключение Не исключение Напоминание Пеппи подписал Официальный контракт С космической станцией Так Да-да В бумажном журавлике Правильно Правильно Ответ на секретный вопрос Верен Перезагрузите И повторно Активируйте устройство Чтобы войти в систему Войти в систему Поздравляем Устройство Активировано Прогресс 10% 20% 99% Ох Пожалуйста Проверьте права доступа Идентификация информации О пользователе Успешно Маскировка устройства Резервного копирования Снята Найдите бумажного журавлика Рядом с терминалом Чтобы воспользоваться Недостат Чтобы восполнить Недостаток данных А это У меня задание Какое-то появилось Или это Так Что за терминал Где находится терминал Зона поддержки Зона хранения Базовая зона Ладно Контрольная зона Пиши короче В комментариях Где терминал И где мне искать Того журавлика Я Опа Нашел Все Отбой Можете писать Бумажный журавлик Внутри которого Может скрываться Пароль от терминала Вы аккуратно разворачиваете Бумагу И видите Как перед вами Появляется текст Если бы они Не остановили меня Я бы никогда Не расстался с тобой Я просто хочу прожить С тобой все дни Мы помогли Мы могли бы смеяться Вместе даже над скучными Мыльными операми Я люблю тебя Пеппи Я даже купил тебе печенье Чтобы ты поточил зубки Что-то здесь не так Вы смутно припоминаете Что Пеппи Это щенок Орлана И невольно беспокойтесь О душевном состоянии Исследователи На борту космической станции Очевидно Что это не пароль От терминала И А вы Прикольно Вот это что-то Интересное происходит Слушай Этот бумажный журавлик Рискует рассыпаться От малейшего прикосновения Вы аккуратно разворачиваете Бумагу И видите Как перед вами Поверяется текст Иногда мне кажется Что внутри меня Кроется тропический лес Пока ты рядом И я могу держать Твою ладонь Растения в тропическом лесу Будут свисти А меня будут окружать тепло Почему дождь льет Каждый раз Когда тебе приходится уходить Когда река тропического леса Выходит из берегов И устремляется вниз Может быть потому Что слезы Туманят Мой взор Вы безжалостно Выносите вердикт От создания автора Только Только кто-то Кто долгое время Провел в одиночестве Может нести такую чушь Очевидно Что это не пароль От терминала Так Но он где-то здесь Получается будет Где-то здесь От бумажного джуралика Исходит слабый аромат Вы аккуратно разворачиваете бумагу Видите как перед вами Появляется текст Когда в этом мире Остается всего 5 минут Я хочу выбрать только тебя И я хочу только смотреть В твои глаза Твои блестящие Темно-карие глаза Как бы я хотел Съежиться под ними Даже если мне придется Видеть как ты Уходишь в отчаянном прощании Пока я не прощусь в пыль И не развеюсь ветром Неужели этому я Наконец удалось Исчезнуть словно пыли На ветру Как читателю Вам очень любопытно Завершится ли эта история Очевидно Что это не пароль от терминала А где пароли Алло Почему пароли Не пишут В одном месте все Пацан Ты пароль знаешь? Нет Хотя нам журавлики нужны Ищем пароли Они будут просто Разбросаны Вот здесь Я не вижу пароля Пароль вот здесь Но это же место Похожее Похожее Я считаю что Должны быть журавлики Здесь А если не здесь То где? Так слушай Тогда все таки Наверное напиши Где мне искать Остальных журавликов Потому что я других не вижу Я сколько пробегаю Я думаю журавлика не нашел Поэтому да Если ты в курсе То комментарий Пожалуйста Оставь Чтобы мы С тобой знали Что это такое Испокриленный черно-золотой материал Не стеля Фу бляй Стелющийся изгибом По инопольному покрытию Станция Феномен Известный по названию Коррозия фрагмента Но это я все знаю Так Давай Стой Вот так Опа Они бьют его А я беру И вот так Я Блин я не то сделал Я беру вот так И я делаю Вот так Не знаю Там все Все попуталось Но ничего страшного Бейте пожалуйста Их всех Ой они такие легкие Ой да вы их Сейчас же сразу Всех убьете Или нет Вообще Вообще Все понятно А он только одного Я уже забыл что Нет не используй Не используй на него Зачем Так не лагай А их два Ладно используй Я забыл что Я забыл что их два Блин Вроде же не лагало Так Рацо Ты что то Меня тут Нагружаешь Сильную систему Своими Штуками Мне это не очень нравится Рацо Прекращай Так Куда нам Нам дальше По карте Я смотрю Тут мы все Исследовали Пойдем дальше Я тебе хочу Журавлика Мне нужен Журавлик Давай вон Таволу По нем Подойдем Мне кажется Они легкие Они как то Помещают А уровень Смотрим по уровням Я не буду тратить Все наши эти штуки На вот таких Легких персонажей Не вижу смысла Хотя в целом Хотя в целом Можно Рацо Прекрати мне Нагружать систему Что творишь Теперь мне за рацо Придется Еще подгонять Настройки Он слишком много Пыли в глаза Пускает Ты заметил Что это Чересчур что то А вот теперь Мы к тому и сундуку Попадем Вон внизу стоит Который я хотел Забрать давно еще Наверх нам пока Не надо Ой тут нам еще Ходить и ходить Господи Я думаю уже Уже все Так Восстановили Она стреляет А неплохо Можно бегать ей А тут просто Мы внизу А А как нам еще Ниже спуститься Расскажите пожалуйста Внимание Доступа Используем Панели управления А если Вот так сделаю Нет все равно О вообще О Посмотри Как она бежит Это смешно Вот с такими звуками Как будто Мне так кажется Я не знаю Мне так кажется Как мне попасть Вниз Через карту Посмотрим А где Как он спуск Помечает То есть это мы Дальше идем А мне нужно Вниз Но у меня еще нет Доступа Видимо туда Окей ладно Нет так нет А мне интересно Если у меня персонаж Он будет быстрее бегать Или нет Ну типа Ноги длиннее Все дела Или тут так не работает Ясно Тут ничего нет Тут мы всех Уже одолели Тут у нас Что то есть Ничего нет Я вот так К тебе подхожу Делаю вот так Беру ее И делаю вот так То есть То есть Я могу просто отвлекать Для чего то Я могу его отвлекать Короче Я понял Вот У нее все нормально А у Рассо Много пыли И он мне грузит Систему Все равно Зараза грузит Ты посмотри на него Что ты будешь С ним делать Буду подгонять Под рацию Значит все Ага Тут у нас что Свинья Поймал Свинка схвачена Пожалуйста Господа Бейте свинью Да Он прям Ты на свинью На свинью Представляешь Он Он весь свой Этот На свинью пустил То есть Видишь У всех нормально А Рассо Почему то Грузит Я не понимаю Прикол Что он такой Пыльный Так Свинью Мы одолели Отлично Что еще Для счастья Надо Правильно Просто Одолеть Свинью Журавлики Тут не завалялись Что это Толчок Посреди комнаты Находится Непримечательность Технический Предмет Настолько Выделяется На общем Фоне Что вам Становится Интересно Не свернули Ли вы Куда Куда Не туда На керамической Поверхности Предмета Приклеена Записка Диковина Дверь В новый мир Одолжена Исследователю Из отдела Прикладных Искусств Для проведения Экспериментов Доступ заразрешен Только Уполномоченному Научному персоналу Возле кнопки Вы видите Еще одну записку Запрещено Садиться на предмет И вы нажимаете Кнопку смыва Отдел не несет Ответственности За последствия Несанкционированное Использование Данного изделия Больше похоже На инструкцию Чем на предупреждение Вы решаете Сесть на него И нажать кнопку смыва Ну отлично Нормально Вы садитесь на дверь В новый мир И нажимаете Кнопку смыва Вас уже Вас тут же начинает Дверь в новый мир Перепуганный исследователь Какого Это еще что такое Страшно же было Ох голова кружится Унитаза поблизости Не видно А Унитаза Какого унитаза Здесь тебе не уйти туалет Стоп Это еще что Мне хотелось отдохнуть Но тут люди Из ниоткуда появляются Появляться начали В чем дело И что это за унитаз Опять что ли Мне не хотелось никого пугать Прошу прощения Из ниоткуда Ну да Прямо как ты сейчас Как бы объяснить Раньше здесь была Моя зона для отдыха Здесь и давно Можно было расслабиться Когда эксперты Что я пропустил Но в последнее время Начали какие-то странности Иногда Замечтаюсь И вдруг слышу Кто-то удивленно кричит И звук такой Будто в воду спускают Вот и в чем спрашивается дело Туалетов тут рядом нет Так откуда вода А теперь еще и унитаз Откуда-то взялся Надо сказать Что удалось выяснить О Вон оно как Теперь ясно Спасибо Это все еще В моей зоне для отдыха Уйди пожалуйста Мне охота Мне охота Тишины и покоя Охота Ага Или охота В такой же унитаз Стоит А это Унитазный Что происходит Стоит про головогружение В секунд Дверь в новый мир Исчезает И перемещает вас В главную контрольную зону Сегодня обошлось Безградионных приключений Но во всем Не против Но Но вы совсем Не против Обыденности Все? Что за путешествие? Я не понял Вот это конечно Унитаз Нас Попереносил Туда Куда не надо Так Давай Побежали А у нас Засяжение За унитаз Журавлики Унитазы Сегодня неплохая серия Такая Получится Интересная И спустите Диковину В новый мир Хорошо Попутешествовали На унитазе Неплохо Мне понравилось Ставь лайк Если тоже Хотел бы Попутешествовать На унитазе Но я Все таки Жду Еще Журавлика Вот Уже тут Возможно Что-то будет Интересное Да нет Такая же Ерунда Да Е-мое Я случайно Давай Сюда 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 Можно сделать Это сложнее Это же Какая-то ерунда Абсолютная Собрали Блин Что-то Походу Мы журавлика Не найдем А жаль Настоящий игрок Что я Типа Все исследую Ну конечно 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 Это я Открыти 30 сундуков На космической станции Герта Получили И забыли Пошли дальше Может что еще Найдем То есть мы выходим Тут ничего 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 А и выходим на перрон В целом Жалко За журавлика Обидно Журавлика Жалко Что мы его Не получили А было бы Неплохо Опа А тут ребята Все Все нормальные Здесь Не очень безопасно Я же вошел Без запасного зона Ты че меня обманываешь Эти раз со мной Разговаривать не хотят Экран Несмотря на то Что этот экран Находится в комнате наблюдения За ним не отображаются Какие-либо записки С камер наблюдения Вместо этого Весь экран занимается Страница документа Подводя итог Можно сказать Что комната наблюдения Была взломана Захватчиками Из внешней галактики Если вы будете Наставить на использование И разрешение комнаты наблюдения Для доступа к Растите Возьмут огромные риски Поэтому подаю заявление О приостановлении Использование данной комнаты И наблюдения А заодно Ходотайствую О получении Неиспользованного В этом году Оплачиваем А это я все читал Это было уже Это у меня уже Все было Цветочки Красиво Это мы разбили Что-то еще тут будет Интересное Что можно потыкать Нет И тут ничего нет А что такое Опять случилось Опять сломалось Опять случилось Вот с тобой можно говорить Нельзя с тобой разговаривать Ну что-то никто Не общительные люди Почему вы молчите все Ну пошли на перрон О Я сдаюсь Удрученный следователь Я здесь уже столько работаю Почему меня до сих пор Не повысили Неужели я до конца жизни Буду заниматься вот этим Все Сдаюсь До прихода сюда я считал себя гением Избранником судьбы А когда начал тут работать То понял что я никто Госпожа Герта даст мне 100 очков вперед Даже в моей Собственной сфере Ну Что поделать Это такая работа Оно так и происходит Работаешь 20 лет А повышения Все нет О Вот это откроется Нет Штука Не откроется Так Нам нужно сделать Две фотографии Если я правильно помню О Ты кто Даньхен В смысле А это ты Гантэ Тебя что-то тревожит Ты действительно умеешь Заботиться о других Что я сделал Ты всегда пытаешься покрыть Телом своих товарищей Твои суждения всегда точны Давай вот так Вот как Я ведь защитник поезда Полагаю что это лишь Мой инстинкт Я думаю ты и сам неплох Гантэ Не думал что ты меня одобришь Если ты имеешь ввиду то что я Думаю о твоем Присоединении к экипажу Звездного экспресса Ты слегка надумываешь Мои мысли просты Мне все равно Я предлагаю тебе Игнорируйте мое мнение И сделать свой собственный выбор Ты не похож на человека Который любит путешествовать Состоять в команде экспресса Это не совсем то же самое Что путешествовать Или искать приключения Звездный экспресс Символизирует Освоение Понимаешь Работа первопроходца Часто подразумевает Неизвестность Будь то неизвестный риск Или неизвестные награды На мой взгляд Неизвестное Не страшнее известного На самом деле Неизвестное означает то Что мы можем Контролировать И изменять Я немного сомневаюсь Я понимаю Хорошо Дань Хэнслика Кивает Затем бросает взгляд В другую сторону Окей Фото Фотораспознавание Нажмите Чтобы перейти В режим Фотораспознавания Если поблизости Есть идентифицируемые Объекты Томка начнет мигать Вы можете перемещаться И поворачивать После запуска камеры Ищите Идентифицируйте Объекты поблизости Когда обнаруженная цель С кольцевой меткой Удержите Фокус До совершения Распознавания Ага То есть Перемещать Поворачивать После запуска камеры Хорошо Я понял Когда обнаружите цель С желтой меткой Ее необходимо Сфотографировать Вручную Ладно Я думаю Разберемся Походу Если что-то Если что-то Непонятно Так И мы получается Вот уже на перроне Они все Видишь Норовят нас отправить Прямо на экспресс Вот он Вот он Нажмите кнопку Снизу Чтобы сфотографировать Ааа Я прям уже могу Вот так Поиск цели А мы прям можем ходить Красиво Вообще Вещь Это Это Я это поставлю На превьюшку Но когда мы сядем В поезд Запомни Вот это поставлю На превьюшку Но не сейчас Изображение было Сохранено в директории О Супер Все Или еще что-то есть Что мне еще Надо сфотографировать Как тут Не очень удобно Прицеливаться Ладно Сбрасывай Убери Убери это Брось это Из рук Вообще И пока не бери Я Там сундуков Ля сколько А это не сундуки Это лавочки Так Хорошо Март Вы короче Ждете Что я с вами Со всеми Поговорю Вы тут Стоите Вот так Вот Где-то Еще цель Есть А ну давай С Март Поговорим Вот Эй Гантей Я слышал Новости Ты Поедешь На Экспрессе Верно Я еще Не решил Хочешь Чтобы К вам Присоединился А так Непонятно Мы хорошо Поладим А этого Уже Достаточно Чтобы я Хотел Увидеть Тебя В команде Кажется Тебя Что-то Тревожит Можешь Рассказать Мне Как же Летит Время Что Это Еще Значит Что Это Еще За Эмоции Начались Вот Вспоминаю Когда мы Были в зоне Хранения Я думала Каким Слабым Был Этот Потерявший Сознание Бедняжка И как Мне следует Заботиться О нем Кто бы Мог Подумать Каким Ты станешь Сильным Лишь Взяв В руки Бейсбольную Биту Ты Мгновение Ока Выбил Того Здоровяка Прямо В черную Дру Господина Янга И спас Меня Я до сих Порни Отблагодарила Тебя Должным Образом Мы Ведь Не можем Просто Так Здесь Расстаться Как Ты Попала На Экспресс Я бы Тоже Хотела Знать Потому Что Я уже Была В В пустыне Чтобы Поймать Какую То Бесчаную Рыбу И Справить Гравитационное Поле Чтобы Восстановить Перевернут Замок Или Чуть Не Расколоть Себе Голову Шаром Голенита Упавшим С неба Пытаясь Избежать Встречи Со Спящим На Дороге Оленем Ах Сейчас Все Это Кажется Довольно Опасным Но Может Это Потому Что Все Здесь Со Мной Так Ставить Слово Год Без Присмотра Не Так Ли Кажется Я Принесу Вам Больше Вам Больше Проблем Чем Польза Не Знаю Как Выглядит Вагон Давай Вот Так Присоединяйся К нам Гот Тогда Уже Не Будет Проблемой Я Буду Тебя Ждать Ганты Ну Мы Явно Нравимся Это Прям Факт Так Это Что А Надо Вас Фотографировать Вот Посмотри С ней Надо Поговорить Я Не Буду С ней Говорить Вот Их Можем Послушать Негодующий Следитель А Он Не Слишком Ну Ты Поняла Я Просто Говорю Что Таким Нельзя Слишком Увлекаться С другой Стороны Тебе Не Кажется Что Даже Наш Разговор Об Слишком Ну Ты Поняла Погоди Мы О чем Сейчас Вообще Супер Супер Информативно Полезно Спасибо Вот Это Тот Диалог За Который В целом Дают Оскара Так Нам Нужно Вот Это Сфотографировать А Почему Ты Я Я Ж Вот Это Мне Не Нравится Я Не Буду Сохранять Все Да И Мы Должны Вернуться Получается По Заданию Ему И Отдать Выполнение Венши Теперь Надо Отдать Фотографию Поврежденного Имущества На Перроне Блин А прикинь Я забуду Про эту Надо Про ту Превьюшку Не забыть Очень Очень Красиво Выглядит Перейти Подтвердить И на этом Сейчас мы Ему отдадим Эти фотографии И закончим На этом Пойдем А то Серия Получилось Дольше Чем Обычно Мы Снова Встретились Ты снова Отдыхать Присаживайся Рядашком Переведи Дух Глянь Он Как Нем Смотрит Вот Ему Нормально Вниз Смотреть А ей Очень Тяжело Наверх Постоянно Смотреть Так Я все Сфотографировал Уже Вернулся Быстро У меня Полно Свободного Места Для записей Что ты Видел Звездный Экспресс Сломанный Робот Ну Строго Говоря Экспресс Не является Частью Космической Станции А ты Видишь С Экспресс Да Я Сделал Одолжение И внесу Его Повреждение В Бухгалтерский Учет Сломанный Робот Гладкий Корпус Бело Серебристый Металлический Глянец Это тот Робот Которого Заказала Аста Не могу Не признать Вкус У нее Отменный Достаточно Более Менее Я все Внес Учет Можешь Проверить Ё-моё Герта Перечень Убытков Не Молчуны Тип Актива Коллекция Диковин Описание Набор Манинатюрных Духовых И струнных Инструментов Которые Могут Играть Автоматически Они Звучат На уровне 0 децибел Выдают Инопланетные Мелодии Ласкающий Слух На уровне Выше 0 децибел Они будут Сохранять Безмолвие Урвен Урона 80% Описание Урона Функционирует Противоположным Образом Чем больше Шума Тем громче Играет Ориентировочная Стоимость Урегулирования КММ 118 тысяч Кредитов Черная Спичка Тип Актива Лекция Диковин Описание В тюнете Это самая Обычная Спичка Но при Ярком Освещении На ее Головке Начинают Появляться Темные Зеленые Газообразные Частицы Прозрачные И без запаха Безвредные Прикосновения Если зажечь Такую Спичку Свет Гаснет И кругом Распространяется Тьма Уровень Урона 100% Описание Урона Монстрам Легиона Неожиданно Так понравилось Эти вещицы Что не украли Их все Ориентировочная Урегулирования КММ 32 тысячи Кредитов Многомерная Кровать Тип Актива Недвижимость Описание Кровати Из отдела Прикладных Искусств Герты Которая стоит Среди Белогоухающих Зеленых Лиан Спящий Пересекает Границу Измерения И отправляется В нежзвездное Путешествие Уровень Урона 10% Описание Урона Некоторые Лианы Были Сожжены Запрос Сбора И доукомплектования С помощью Межпланетных Перевозок Ориентировочная Сомость Урегулирования КММ 97 тысяч Кредитов Перрон Тип Актива Недвижимость Описание Платформы Используем Для размещения Гостей Космической Станции И стоянки Космических Судов Уровень Урона 50% Описание Урона Фирменная 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 Конструкция Деформирована Фирменная Может фирменная Отсутствует Бетон Ориентировочная Сомость Урегулирования КММ 5 миллионов 777 тысяч Кредитов Звездный Экспресс Тип Актива Космическое Судно Описание Космическое Судно Пришвартованная У перона Космической Станции Космическая Станция Занесет Второстепенную Ответственность За урон Который Ему Нанесен Уровень Урона 20% Описание Урона Множественные Царапаны На корпусе Поврежденное Лакокрасочное Покрытие Высокие Затраты Энергии По сравнению С пробегом Запах От монстров Задержка Графика Альтернативные Сдержки Чрезвычайный Износ Психологический Ущерб Ориентировочная Стоимость Урегулирования КММ 990 тысяч Кредитов Ничего себе Телескоп Шицы Тип актива Личные вещи Исследователя Описание Телескоп Для наблюдения За созвездием Аквилы Уровень Урона 70% Описание Урона После того Как он Сломается А сломался Этот прекрасный Пейзаж Можно обозревать Разве что Невооруженным Глазом Ориентировочная Стоимость Урегулирования КММ В этом списке Тысяча наименований Что-то не то С этим списком Телескоп Шицы Давай вот так Спросим Да Даже несмотря на то Что он только Слегка помят Это все равно Считается повреждением Корпорация Междвездного мира Возвестит все убытки Не бери в голову В списке Тысяча наименований Как видишь Разницу Как увидеть Разницу Если не проверить Каждое Я разберу записи И позже отправлю их А ты пока Отдохни Ну супер И уровень Получили Восвоение Дорога возрождения Миссия завершена Все Больше у нас Только одна Миссия осталась А вот потом Мы и пойдем На экспресс Как раз В следующей Серии А закончим Опять снова Вот этого вот Чувачка Хотя слушай Может можно Можно потеряться И не понять Что это Новая серия будет Давай сделаем Вот так Надеюсь тебе понравилось Это видео Подписывайся на канал Оставляй лайк и комментарий Делись этим роликом С друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Скоро увидимся Всего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok